Ребята, всем доброго утрочка и добрый день! Ой, перебираю тут цветочки, где-то полить, где-то обрезать. Смотрите, какая красота! Правда, она мелкая. Господи, какое чудо! Вот такая вот она, как-то беленькая-зелененькая. Вот такая малышечка у меня тут распускается, даже не заметила. Надо листочек плохой убрать здесь у нее. Тут тоже красоточки. Хочу полить. Полить малышек своих. Вот эти уже подзасохли убрать. Вчера монтировала видео, вчерашнее. Блин, когда мы гуляли, мне не понравилось. Ну, то есть я потом переслушала пакет. Вроде внизу несу его, но так шуршал. Очень некомфортно получилось видео смотреть. Так что извините меня, пожалуйста. Надо с тряпочными пакетами ходить, иначе вот эти шуршащи, они все портят картину, видео. Да, и вчера я так себя плохо чувствовала. То есть упадок сил. Я не знаю, что. Может быть, это после болезни остаточная. И знаете, такая болезнь интересная. Даже не знаю, как ее назвать. ОРЗ или что это. Температуры нету. Вот. Особо сопли там день-два прошли, да. А вечером трясло, как не знаю как. Ну, уже тут несколько, два-три дня уже нету ничего. Я пью этот буклин, и сегодня последний день я его заканчиваю. Таблетку пить. То есть пять дней, и все. С ним заканчиваю. Но уже и кашля такой остаточный. Вот. Не знаю, что это за простуда такая интересная. Причем многие. Температуры, говорит, нету, а аж прям колотит, как бы 38. И вчера такой, знаете, как упадок сил. Может, погода еще такая, знаете, погода тоже у нас вроде плюс. Может, витаминоз, не знаю. Может, гемоглобин упадший. Уже не знаю, что думать. Как-то так. Ну, вот такая малышка тут у меня. Мой завтрак, переходящий в обед. Бутерброды со своей рыбкой засоленной. И салат. Просто с маслом. Немножко перца и соли. Всем приятного аппетита. Так, вот и я. Не накрашу на страшное. Так, здесь я готовлю супчик рыбный. У меня после нерки оставался хвост такой небольшой. И на небольшую кастрюльку я вот здесь варю. Картошечку сейчас почистила, закинула. Хвост я уже отварила отдельно и процедила бульон. Я всегда, знаете, как отвариваю в меньшую кастрюлю, чтобы потом процедить удобно. Ну, допустим, в небольшую кастрюльку процедила. Вот в такую же побольше и все. И остальные все ингредиенты закидываю. Еще риса добавлю. Так. А, ну и морковку, и лук тоже обжарю и добавлю. А у нас на улице пасмурно и что-то ветер какой-то, видите, поднимается прям. Ну, Паша ходил на улицу в магазин. Как тепло. Ну, какую-то витрину уже, знаете. Весь снег черный, такая грязь. Вообще ужас. Еще эти выбросы с заводов. Ужасно, конечно. А, я вчера не договорила, значит, по ремонту вот этой вытяжки. У нас же там реле сгорело. И уже стоит давно. Все никак, знаете, взяться не можем. Потому что, во-первых, допустим, в Альдорадо их уже точно нету. Мы покупали в Альдорадо. Вот. И, ну, не знаю, как отремонтировать. Нам дали сам видео, где у них ремонты происходят. Но по адресам. По многим сходили. Вчера, который ближайший, вот левый берег. Многие ремонтные мастерские закрылись. Вот. Потом тоже в одну... Уже начала просто звонить по телефону. В одну позвонила. Они говорят, мы вообще вытяжками не занимаемся. Такое ощущение, знаете, вот кроме там телефонов, ничего не делают. То ли это выгодно. Ну, как с телефонами, да, с компьютерами. Вот. А, допустим, какие-то предметы вообще как будто не ремонтируют. Ну, на Гордина 18, правда, позвонила. Но это рядом, это мы сейчас попозже пойдем на улицу. И туда зайдем. Сразу с документами от этой вытяжки сходим. И что нам скажут. Потому что он говорит, даже на дом выезжают они. Ну, сначала сходим, узнаем примерно вообще, что это стоит, не стоит. И сколько это стоит сделать. Либо это выгодно просто купить новую вытяжку. Так что все узнаем и потом вам также расскажу. Ну, если будет интересно. Ну, вот такой вот супчик у меня получился. Правда, еще варится. Все косточки убрала. Срезатуру не бояться, чтобы какая-то кость попалась в рыбе. Но уже пахнет прям очень вкусно, аппетитно. И здесь у меня также размораживается мясо. Что-то потом приготовим попозже. Вышла я с мастерской. Нашла это на Гардина 18. Такая переспросила реле. Я говорю, да. Не знаю, не знаю, ремонтируем, не ремонтируем. Неужели это такая сложность отремонтировать? Понятно, какую-то деталь надо как-то заказывать. Но мне кажется, это все возможно делать. Не знаю. Плюс 6 градусов. Так же ветрено, пасмурно. Вся куча мусора, вы видите. Где-то на Гардине 1. Какая-то фигня вообще. То ли земля, то ли мебель какая-то выброшенная. Сейчас будет годами лежать. Ветер ужасный. Сегодня Аня ходила на Дети Азии. Хоккей, да, Анют? Да, полуфинал. Полуфинал. Наши, как выиграли, да? Да. Понятно. Много народа было? Больше двухсот человек. Ничего себе. Там целый стадион был забит. Это вы какой, старый русский лед ходили? Почему старый? Дворец спорта. А, дворец спорта. Ну, старый, который. Который большой. Ну, 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 большой. Мы реконструировали сейчас. Понятно. Понятно. Чего, мы же в Ленту сходим? Хочешь, пошли, погуляемся. Пойдем? Пошли. Чего купим? Единственное, кто хочешь. Пойдем проверьте, что ты хочешь. Короче, я сходила сейчас на комсомольскую больницу. Паша не пошел со мной. Почему ты не пошел? Я тебя освоил, прошел вот так, думал, я встречу. Нет, тебя нет. По Кириллу, потом здесь как милиция мы уходим. Да, что ты врешь-то? А еще Аня только зашел, ты за тобой. Я тебе клянусь. Думал, я тебя встречу, а ты уже не спасанула. Сейчас по порядку расскажу. Сначала я пошла на гардину 18. Все, Аня, хватит. Она записала мой телефон, типа позвонит мастер-ломастер. Я буду следить за тобой за прогнозировкой моей. Да я сейчас поду словом в ленту и не себе колу. А мне? Нет. Потом пошла я в больницу записаться на давление глазного дна. Они говорят, мы сейчас не записываем, там врач приходит. 7-го числа надо записаться через колл-центр. Это бесплатный номер телефона, но туда это очень редко записываться. 7-го. 7-го я работаю. В обед это, я не знаю, как это я буду записываться, если дозвонюся. Какие-то неудачные дни у меня сегодня записаться. Потому что на УЗИ давление, вот это как давление глазного дна, всегда говорили в начале месяца, либо я прихожу там 7-го или 15-го числа. Они говорят, это поздно. Но не знаю, они всегда записывали там на месте. Сейчас у них как-то все по-новому. Не знаю, надо попробовать через госуслуги, попробовать записаться. Не знаю. Нашла сейчас это не жарко, я не знаю. Ну, такое ветрище. Потому что я последний день и буклина выпила еще. И у меня как выходит, вот это видно все. Как жарко на улице. Понятно, что не жарко. А у нас завтра уже теплее. Вышли на улицу, пошли в ленту. Слушай, а если ливень, сейчас обратно пойдем. Все, аж потемнело. Время сколько? Ну, тут и только 6 часов. Скоро в центре Москвы упадет нам. Сходили в ленту 1770. Да, мама, пробуялась. Просто пошла прогуляться. Вроде взяли карточки с собой по акции, то по акции, все по акции. Все по акции. Я думал, ну там на тысячу. И торт по акции. Ну, тут и ладно, сейчас я сейчас чай его не пакет. Завалю. И у меня еще была скидка 40%, если сыр берете, там до трех штук. Я взяла три разных сыра. Ну, я сейчас покажу вам и на колбасень 40%. 40% копчено. Паша еще тортика захотел, говорит, к чаю. Я говорю, так, так, что-то нифига не экономно. Да, ну, я знаю, что я все взяла по акции. Ну, много лишнего. Ну, ладно, что мы, это каждый день прям едим. Чай-то мы сейчас возьмем. Ты хотел, чтобы... Ты хотел, чтобы смазать какую-то, или нет, чай, не надо, и все будет. Там, как раз, по боку, что-то будет, ладно. Блин, эти лужи надо обходить. Нажимай, Лена. Сейчас, секунду. Сейчас чай, я завалю. Все, наверное. И чай, и кофе надо, все надо. Все, что я купила. Как мы попробуем, вот это, говорили, чай. Ну, взяли Ринстон, листовой. Ну, сейчас дома все покажу. Зачем так? Вот так вечером все светится. Дождь шел. Сейчас прошел. Так, ну, все по порядку. Значит, 1778. Ага. Много, причем, что со скидкой купила. Мне кажется, немного-немного. Так, торт. 194, бонапарт, конфитера, 700 грамм. Губки. Губки. На губке у меня был тоже купон, который я вам тоже скидывала, 40%. Да, получается... Так, сколько вот эти? 68 рублей вот такие большие губки получились. Яйца. Яйца, просто яйца, 55 рублей. Так, дальше. Средства для мытья посуды также 40% получилось. Так, 68 рублей. Ну, там, с копейками, я не считаю эти копейки там. 68, там, 80, вот такого плана. Молоко, кефир это просто. Что-то где-то там в пределах 60, 60, 58 или 59. Кефир. Так, значит. Вот такие чаи. Это листовые. По 200 грамм. Получается какой-то 130 грамм. Винтаж. Вот этот. А, 130 рублей, вернее, 200 грамм. А другой 117. Оба черные. Короче, вот получается. 400 грамм. И еще кофе. Да, еще кофе. Также вот входит кипончик. 177 рублей. Зерновой. Мне вот это нравится. Он, чебо пахнет такой, зерновой. Не могла пройти мимо. Вот такая лапша. Типа Турция. 59 рублей. Я говорю, что это Эрдоган? Я говорю, то, что, наверное, Путин к нему съездил. Помог. Масло. Паша говорит, давай масло сливочное. 129. Я уже такое, в принципе, брала. Вроде нормальное. Белорусское. 129. 82,5%. Да, еще также вот такие взяла хозяйственные салфетки. Мне нахвалили покупатели. Есть еще таких же хозяйственные в Магните у нас продается. Но я увидела также в Ленте. И прям говорят, что очень-очень хорошие. То есть какие-то жирные пятна, протиратель. Ну, протирочные они, влажные. Универсальные. Так, со скидкой 60 рублей получились. Да. Но в Магните они у нас, по-моему, по 89 рублей 80 штук. Ну, вообще нахвалили Магнитовские. Но я думаю, Лентовские они то же самое. С одного, господи, завода, производства и все такое. 60 рублей. То я, бывает, просто влажные беру и, допустим, пыль протираюсь. Такое. Так, сырые, 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 сырые. Вот такие. С ветчиной и зеленью поворожной. Потом плавленый, высокой. И сливочный, без замыжи тоже все они. Так, здесь 400 грамм. Тоже до трех штук, 40 процентов. Получается. Так, плавоч 70 рублей. Хохланд 66. И вот такой вот 221 рубль. На бутерброды, то есть такой. И на колбасу отдельный купон, который я вам также присылала в группу, ой, в группу, в сообщество. Так, колбаса получилась, так, сырокопченая. Так, 233 рубля 462 грамма. То есть килограмм получился 505 рублей. Ну, типа, короче, как недорого. И также купон, если у вас покупка от 500 рублей, там батончик Марс, ну, там любой, короче, на выбор, за 1 рубль. Да, вот он у меня вышел, батончик 1 рубль. А про карточки я вот такие вот вам говорю. Карта сюрприз. Вот, опять нам выпало, так, 15%, если у вас покупка от 800 или от 2000, а, 2000 будет. Так, 50% на сервелете. И на выпечку 40% до 3 штук. Тоже уже брали выпечку, вот на булочке, все такое. Ну, вот такие вот покупки у нас получились. Сейчас будем чай пить. Все это раскладывать. Ну, а на сегодня все, мои хорошие. Все, до завтра, до следующего влога. Всех люблю, всех целую. Пишите комментарии. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok